Всем привет, с вами Виктория Юшкевич И сегодня я хочу продолжить тему жизни в Европе И как я и обещала вот в этом видео, сегодня я хочу рассказать вам о преимуществах жизни в Европе перед жизнью в Америке Но я ни в коем случае не хочу сказать этим видео о том, что жить в Европе однозначно лучше, чем жить в Америке или даже в России абсолютно нет Мне, например, и в России очень хорошо Но я знаю, что просто есть какие-то люди, которые хотят пожить, попробовать, может быть, а можете переехать на совсем куда-то еще, да Кто-то, возможно, планирует недвижимость купить за границей И поэтому стоит знать обо всех подводных камнях У меня, кстати, есть даже знакомые американцы, которые переехали в Барселону и говорят о том, что здесь они чувствуют себя гораздо лучше, защищеннее и комфортнее, чем в Америке Почему, собственно, обо всех этих причинах я и расскажу вам в этом видео И хочу вам напомнить, что очень долгий период своей жизни, на протяжении почти там трех лет я достаточно часто бывала в Америке Там буквально не вылазила из нее, так что проживала там полноценных полгода в году Но последние четыре года, как вы уже знаете, я живу в Барселоне и мне, собственно, есть с чем сравнивать Именно поэтому я и поделюсь с вами сегодня своими наблюдениями, чем все-таки жизнь в Европе может быть лучше, чем в Америке Ну и в конце этого видео я, наконец-то, объявлю итоги конкурса от GoStudy Напоминаю, что в прошлом видео о плюсах жизни в Европе я рассказала о чешском образовательном центре GoStudy Рассказала о том, как вы можете с помощью учебных программ GoStudy за год выучить чешский язык и поступить на бесплатное отделение в государственные вузы Чехии И одну из таких программ, а именно годовой курс онлайн плюс Прага, центр GoStudy решил подарить одному из моих зрителей Грант неименной и победитель при желании сможет передать грант своему другу или родственнику Курс онлайн плюс Прага это комбинированная программа Первый семестр вы будете учиться онлайн, а второй семестр в Праге В результате вы выучите чешский язык на требуемый для поступления уровень B2 и сможете поступить в вузы Чехии Важно, что учеба онлайн идет в режиме реального времени и полностью строится на интерактивности Важно также то, что вместе с курсом вы получите всю необходимую помощь по сопровождению поступления Также GoStudy оказывает помощь в организации переезда и адаптации своих учеников Грант действителен в течение трех лет Так как первый семестр вы будете учиться онлайн, то этот курс имеет очень хорошую экономическую выгоду для вас Потому что эти пять месяцев вы будете учиться из дома и, соответственно, экономить на проживании в Чехии И для того, чтобы вам принять участие в этом конкурсе, напоминаю, вам нужно было выполнить всего два простых условия Одно из которых это написать комментарий вот под моим вот этим предыдущим видео о том, что вы, собственно, участвуете И затем пройти семидневный онлайн интенсив о том, как уехать учиться в Чехию от GoStudy И, собственно, сегодня в конце этого видео вы узнаете, кто же стал победителем Обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы увидеть, каким образом мы определили победителя А пока вот вам мои наблюдения о том, чем же Европа все-таки лучше, чем Америка Первое преимущество Европы территориальное Если вы хотите эмигрировать из России или других стран СНГ, то, вероятно, на родине у вас останутся ваши родственники, родители, близкие друзья, братья, сестры И, конечно, не хотелось бы, чтобы ваш переезд стал причиной разрыва близких и родственных отношений Все-таки хочется продолжать общаться с родными как можно чаще А вот этот переезд в Америку с 10-12 часами лету через океан, конечно же, к этому не располагает Да и цены на билеты Но самолет, конечно же, в Америку дороже, чем в Европу То ли дело Чехии или Испании Вот в Барселону, например, лететь из Москвы всего 4 часа И наши родители к нам прилетают практически каждый месяц Да и мы, если у нас есть какие-то дела срочные Сел на самолет, и ты буквально там пообедал, и ты уже в Москве Очень удобно А в Америке ты все-таки как будто бы живешь на другой планете И это касается не только расстояния, но и часовых поясов Но, конечно же, если ваша цель свалить от всех куда подальше, в том числе и от ваших родственников То тогда вам лучше ехать куда подальше Недвижимость Как вы знаете, покупка квартиры и тем более дома в Америке Накладывает на вас ряд финансовых обязательств Покупая недвижимость в Америке, ты как будто бы никогда не становишься ее полноценным собственником Мало того, что при покупке жилья ты отдаешь около 30% налога в Америке Так и потом ты будешь выплачивать ежегодно около 2-3% стоимости дома или квартиры Более того, в Америке обязательное страхование жилья Это еще плюс 1% от стоимости объекта недвижимости Плюс в Америке приняты так называемые homeowner сборы Они начинаются от 200-400 долларов в месяц И чем выше класс жилья, и чем больше удобств в доме, бассейн, тренажерный зал Тем выше такие сборы То есть содержание двух-трехкомнатной квартиры, скажем, в Майами Вам обойдется дополнительно плюс 2-3 тысячи долларов ежемесячно И если в какой-то период вашей жизни у вас не будет денег, чтобы платить вот эти вот home owners То владелец вот этого всего здания легко отсудит у вас эту квартиру, и вы окажетесь на улице В Европе же, по крайней мере в Испании, если вы покупаете недвижимость и становитесь владельцем недвижимости Никто не накладывает на вас такие финансовые обязательства Во-первых, при покупке налог не 30%, как в Америке, а всего 10% Ежегодный налог составляет примерно 0,4% от кадастровой стоимости имущества Страховку на жилье здесь можно приобрести всего за 200 евро в год За консьержи и бассейн мы, например, платим всего 200 евро Но в это еще у нас входит тренажерный зал, каворкинг, а также интернет Плюс бесплатная система отопления и кондиционирования В Америке дом такого класса обходится минимум в 1500 долларов в месяц Поэтому, если вы решите приобрести недвижимость, скажем, в Барселоне А, между прочим, Барселона здесь самая дорогая недвижимость во всей Испании Ну, может быть, в Мадриде есть какие-то еще, в Марбейн Но вот в среднем за квадрат даже в Марбейн, несмотря на то, что там достаточно шикарные дома Там все-таки недвижимость дешевле, чем в Барселоне И если вы приобретете, скажем, в Барселоне квартиру за там 300-400 тысяч евро То содержание этой квартиры в месяц обойдется вам максимум в 200 евро И если завтра у испанца, скажем, закончатся деньги То никто и никогда и ни при каких обстоятельствах не выгонит его из собственного жилья И вот я вам рассказывала про американку, которую я знаю Да, она здесь работает риэлтором, она открыла свое агентство недвижимости И это первая причина, по которой она осталась здесь жить И ни в какую не хочет возвращаться в Америку Потому что она рассказывала, что вот в Америке тебя как будто бы все время не покидает Вот это вот ощущение, что твое жилье, оно как будто бы никогда по-настоящему тебе не принадлежит Безопасность Будучи самой богатой страной мира, США все-таки остается одним из самых небезопасных мест для жизни Число убийств в Америке в 4 раза больше, чем в Европе Кроме того, в Америке чаще похищают детей, чаще убивают детей Там больше случаев самоубийств и там чаще фиксируются случаи применения огнестрельного оружия Логично поэтому, что четверть всех заключенных мира мотают свои сроки именно в Америке Отсутствие понтов Хотя для москвичей, которые не живут, а понтуются, кто в чем одет, на какой машине ты ездишь, сколько зарабатываешь Вот это отсутствие понтов здесь, оно для них скорее минус, чем плюс Потому что когда условный москвич приезжает сюда на Bentley, на него смотрят, конечно, извините меня, как на бульгарную бабу, которая надула себе губы и переделала нос В Америке же, как вы знаете, живет американская мечта И там люди тоже любят понтоваться И все вот эти вот папдеди, это же все от них пошло, вот это самоутверждение через богатство На этом строится и российский шоу-бизнес Когда, например, Тимоти без собственной квартиры и без реального состояния делает вид на всю страну, что он олигарх И так все, по крайней мере в Москве, и все звезды шоу-бизнеса, если это, конечно, не Алла Пугачева, там, не Филипп Киркоров, не Игорь Крутой Все остальные, вот эти вот Оксана Самойлов, Джиган Я где-то слышала версию, что якобы у Джигана какой-то папа богатый Да бред это все, у них там за душой ничего нету Максимум на то, чтобы арендовать вот эти дома Да, это тоже, конечно, немало, но, естественно, они что-то зарабатывают Но только лишь на то, чтобы пускать вам пыль в глаза Сами себе вот позволить навсегда такую жизнь, которую они вам демонстрируют Они не могут И в Москве так принято у всех Люди всегда в Москве преувеличивают все свои достижения и свое богатство То вот в Европе это не принято В Европе, наоборот, даже самые богатые люди, они прячут свое богатство Здесь, например, владелец какой-нибудь крупной строительной компании вполне может ездить на мопеде А реально мирового уровня звезды спорта Такие, например, Марк Лопес Я лично видела, как он садится в обычный Ситроен Марк Лопес это тот, кто с Нодарем выиграл Олимпиаду по теннису Вот все они ездят здесь на каких-то Ситроенчиках Здесь вообще не принято кичиться своим богатством Это считается дурным тоном и безвкусицей Европейцы же добывают свободу не через деньги, а через реальное качество жизни Это сложное понятие, включающее в том числе и индивидуальную свободу Когда тебе общество не навязывает быть тем, кем ты не являешься Я ценю Европу за то, что тут не важно, как ты одет, а важно то, какой ты человек Здесь действительно все равны Конечно, есть свои нюансы тоже, но, по крайней мере, ценность и ориентир у общества здесь такой И он верный Еда В прошлом моем видео, где я как раз-таки уже рассказывала о том, насколько здесь хорошие и качественные продукты Вы мне, некоторые из вас, написали, что это такой сомнительный плюс Притянутый за уши Мол, вряд ли кто-то будет ориентироваться на это, принимая решение переехать И я не знаю лично, как вы, но я искренне считаю, что качество моей жизни, мое здоровье и мое долголетие Для меня это очень важно И когда я выбираю место, где я хочу жить, я учитываю все эти факторы И в Америке, как вы знаете, пожалуй, одна из самых плохих продовольственных корзин Потому что все, кто приезжают в Америку, они стремительно начинают набирать вес И пока они там живут, они никак не могут избавиться от этого веса Я лично знаю таких девчонок, которые были стройными, красивыми И стоило им приехать в Америку, как тут же их просто надувало И как только они, например, даже в ту же Мексику переезжали Они там сбрасывали все это за раз Ну не зря же в Америке наибольшее количество людей, страдающих ожирением Да, я знаю, в Америке есть Whole Foods Я очень люблю этот магазин Но надо все-таки признать, что он достаточно дорогой И не каждому человеку он по карману Поэтому надо прям очень хорошо заморачиваться там Чтобы быть стройной и красивой Здесь я вообще просто об этом не думаю Я знаю, что в Европе страдают от своего питания, пожалуй, только немцы У них есть вот эта проблема сосисок и пива на завтрак Ну, бог с ними, пусть, пожалуйста В Испании, например, я вообще, честно говоря, не вижу людей, страдающих ожирением Вот честно, все очень стройные, все очень красивые Кстати, несколько слов про испанских девушек Кто-то писал в комментариях, что здесь нету красивых девушек Что якобы я увезла своего мужа из России в Испанию Для того, чтобы у меня не было конкуренток в виде славянских красивых девушек Но, во-первых, испанки очень красивые девушки Я на этом настаиваю И мой муж, если хотите, он вам подтвердит Что в Испании очень красивые девушки Но красивые они природно Ну, видимо, русские мужчины, особенно те, кто, опять же, проживают в Москве Настолько привык видеть женщину обычно при макияже При макияже, а в последнее время и с агрессивной пластикой на лице Что, видимо, для некоторых естественная красота Они ее просто уже не воспринимают У испанок от природы очень хорошие фигуры Более того, у них шикарные густые волосы Абсолютно у всех испанок Поэтому испанки, вот честно, для меня, они всегда выглядят красивыми Выглядят свежо И, между прочим, ваша любимая Пенелопа Круз Она же из Испании Хотя я вам сразу скажу, что Пенелопа Круз Это не самый красивый представитель испанской нации Да и более того, живут они до 100 лет все Ну, чем вам плохая генетика? А как вы знаете, здоровье это и есть самый главный и верный признак красоты Ладно, ребята, на этом с плюсами сегодня закончим И также еще раз хочу подчеркнуть, что в Америке, безусловно, тоже есть свои преимущества Например, если вы хотите где-то за границей открыть бизнес То вот это однозначно лучше в Америку И люди, мне кажется, там тоже гораздо лучше Хотя бы только потому, что там они более трудолюбивые И по-другому относятся к своей работе Там все гораздо четче построено в плане какого-то рабочего процесса Здесь, по крайней мере, в Испании Я не буду говорить за всю Европу Наверняка в Германии не так Наверняка в Англии все не так Но вот что касается Испании, то это вечная фиеста Это обед 2 часа в день От 2 до 4 ты не дозвонишься до них А потом уже после обеда Они же все выпивают сервесу Сервеса это пиво Или бутылочку вина Любят распить Ну вообще у них здесь не обходится Не бывает так, чтобы прошел день без вина или без пива Практически у всех это просто культура И конечно же после этого ну какая может быть работа Хочется уже лечь, полежать Поэтому ты им звонишь, если у тебя какие-то вопросы деловые есть И ты чувствуешь, что они какие-то уже немотивированные Для них самое главное это, как они говорят Они живут не для того, чтобы работать А работают для того, чтобы жить Поэтому они не целеустремленные Они здесь не готовы пахать, как у нас в России Для того, чтобы или как в Америке заработать на золотую мечту Это все не про них Для них просто в кайф валяться на пляже Наслаждаться жизнью, солнцем, фруктами В общем быть свободным Вот что для них настоящее счастье И конечно для тебя, если ты из Москвы, если ты из России Где ты привык к даже, я могу сказать Такому жесткому ритму, рабочему процессу К нон-стоп, к 24 на 7 Когда ты можешь решать любые рабочие вопросы Вот реально на протяжении всех суток А не только вот успеть уложиться до обеда Потому что потом обед, а потом они спят И не хотят работать То конечно здесь немножечко непривычно И может быть даже сложно В этом плане придется какое-то время подстраиваться Но никогда так и не подстроишься Под эту бесконечную, какую-то ленивую канитель Ну да ладно А сейчас, собственно, как я и обещала Давайте с вами посмотрим Кто же стал победителем конкурса от GoStudy Итак, ребята, а сейчас мы с вами будем определять победителя Вот под этим видео Вы должны были оставить свою заявку на участие в конкурсе И все комментарии со словом участвую Вот такие вот Значит, все ваши имена я бережно выписала Кто изъявил желание участвовать И составила вот такой вот список участников Всего у меня получилось 300 участников Вот смотрите Все честно Все 300 человек я выписала И для того, чтобы сейчас нам определить с вами Кто победил Я буду использовать вот такой вот сайт Значит, мы здесь с вами забиваем максимальное число У нас 300 участников И теперь генерируем Вау! 94! А теперь мы открываем наш список И смотрим, кто же у нас под номером 94 Где у нас 94? Это Елена Кравцова Вот она, Елена Кравцова Елена Кравцова, я вас поздравляю Вы Выиграли грант На годовую программу Онлайн плюс Прага Итак, я даже здесь сделала ссылочки активные Мы нажимаем с вами на открыть ссылку И посмотрим, что же это за аккаунт у нас Вот она, Елена Кравцова Елена, вот ваш аккаунт Мы с вами обязательно свяжемся И Расскажем вам подробно о том, как вам можно будет получить свой приз Ребята, ни в коем случае не расстраивайтесь Те, кто не выиграл Обязательно следите за гоу-стади Они периодически делают такие конкурсы И может быть в следующий раз повезет именно вам Но в конце концов, если ваше желание получить образование А тем более бесплатное образование в Европе велико То я вам скажу, как психолог, конечно же Не уповайте на удачу А берите удачу в свои руки Выбирайте на сайте гоу-стади Любую подходящую для вас программу И, собственно, вперед Действуйте Ваша жизнь находится в ваших руках Везет тем, кто очень много для этого трудится Даже Дональд Трамп, кстати, сказал, что моя удача Это лишь только потому, что я очень много работаю И это действительно так Кстати, кто хочет посмотреть видео 25 принципов Дональда Трампа То ссылочку я тоже обязательно оставлю в описании на это видео Ну, в общем-то, на этом все Я с вами прощаюсь Надеюсь, что этот формат вам тоже интересен Периодически могу делиться, рассказывать Тем, как я живу в Европе Если есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте Я отвечу, помогу, чем могу И до новых встреч Пока-пока